Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул территориальные финансовые претензии в адрес России. По дипломатическим каналам МИД Армении связался с МИД России и предъявил ноту протеста за отказ от соучастия в армянской авантюре, а также нарисовал финансовые претензии на 2,6 миллиарда долларов, сообщают российские сайты. Не исключается и предъявление территориальных претензий Армении к России для компенсации ею так называемых потерь в Нагорном Карабахе. Речь может пойти о землях Краснодарского или Ставропольского края или об отдельных районах Крыма, сообщили в МИД Армении. Далее сообщается, что МИД России якобы изучает заявления армянских коллег. То есть армяне, которые и так по факту получили эти российские земли, теперь изобрели повод, чтобы требовать юридического оформления их принадлежности армянству. Источники сообщают, что Никол Пашинян выдвинул претензии к России за поражение так называемой армии Арцаха и поддерживавшей ее армии Армении в недавнем противостоянии с вооруженными силами Азербайджана. Азербайджанская армия вытряхнула вооруженные силы Армении со своей территории и это было вполне ожидаемо. Однако теперь армяне проклинают Россию за предательство, тогда как все эти два с половиной года проклинали Россию и Путина за оккупацию Армении. Выступая перед парламентом республики, Пашинян сказал, «Россия, как и Армения, члены ОДКБ, и Россия должна была оказать нам военную и иную помощь. Русские веками помогали и спасали наш народ, и от этой обязанности их никто не освобождал. Поэтому то поражение, которое ему потерпели в Арцахе, это прямое предательство России, и она за это заплатит», сказал Пашинян. Здесь хотелось бы пояснить армянским тугодумам, что Россия, как член ОДКБ, не имела права на вмешательство в этот конфликт, потому что на Армению никто не нападал, и боевые действия на территории Армении не велись. Об этом сказал и Владимир Путин. Но то, что русские всегда помогали армянам, позволило последним возвести эту помощь в ранг пожизненных обязанностей со стороны России. Теперь Россия еще и заплатить должна за то, что на этот раз не помогла Армении. Вот такая армянская логика. Хотя на самом деле Россия помогла, уговорив Азербайджан остановиться, иначе сейчас и в Ханкинде уже была бы азербайджанская армия, а не российские миротворцы. Притязания армянства на Краснодар, Ростов, Сочи и другие города и регионы России становятся все более заметными. Реализуется целая программа армянизации Юга России, включая Черноморское побережье. Сюда входят и продолжающиеся заселения армян, рост их влияние в бюрократической системе, в бизнесе, распространение армянского алфавита, хачкаров, храмов и прочих искусственных древних армянских памятников на так называемой исконной армянской земле, принадлежавшей Тиграну Великому, например, в Сочи, Ростове, Крыму. Очевидно, что армянский маразм на государственном уровне является серьезной угрозой безопасности целого ряда государств, которым не посчастливилось оказаться в числе соседей Армении в регионе. Россия подарила армянам государственность. Все сказки армян о так называемой Великой Армении, Тигранокерте, армянских полководцах от Македонского до Суворова, Арцахах и прочем не более чем армянское народное мифотворчество. В реалиях же они не могут и не хотят строить и развивать свою страну. А потому армян надо отправить на их моноэтническую родину на длительное лечение от комплексов.